здравствуйте дорогие друзья эта программа дело вкуса с вами я ее ведущий роберт садыхов и сегодня у меня в гостях очень интересный человек президент союза архитекторов россии главный архитектор института метро гипротранс но я знал что вы не выговорите поэтому помог никто практически даже кто работает в институте не выговаривает это название это вряд ли это несколько лет потребуется николай иванович шумаков добрый день николай иванович ну по обыкновению в нашей передаче мы с вами должны кроме того что поговорить об каких-то интересных вещах поскольку вы мой гость и вы сегодня должны много чего рассказать интересного но с другой стороны мы должны нашим зрителям что-то с вами изготовить мало того как мы сейчас вами до передачи говорили еще и съесть показать что это съедобно вот как меня это пугает ну представляете я не готовить не умею есть есть я способен но если я сам приготовлю боюсь что никто не будет за ничего вы знаете как как говоришь там гуртому бать купить веселее так у нас тоже на двоем там уж сами что-нибудь и делаем среди не съели да значит по обыкновению сразу говорю у нас это макароны почему потому что ну во первых это благодарный продукт его практически все на земле любят я веду земном шаре нашей планете а с другой стороны ты еще один рецепт можно с ним приготовить добавив какой-то что-то убавив что-то добавив это получается что-то другое главное чтобы не слиплось не слиплась не слиплась не слиплась тогда все вот это я вам обещаю да готовим значит по обыкновению тоже выбор оружия у нас вот ну вот это покрашиваем вода какие-то зубчики давайте через стол и задание вам даю что вам необходимо здесь делать значит у нас есть маслинки а у нас есть вот я вам поближе ставлю их помидорки маленький черри их нужно пополам вот в этой миске мы будем все собирать а я значит посолил воду она закипела закидываем макарошки к вам присоединяюсь идет с этим я справлюсь вдоль или поперек вот вам как больше нравится мне но как-то так чтобы не порезать давайте сделаем так маслинки будем вдоль а помидор так все 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 порезать я думаю что я думаю что начинаем а там уже по ходу посмотрим наверное наверное все не так уж это и много здесь так забрасываю макарошки наши а вода кипела да закипела можно сказать ключом я проверил сам и присоединяюсь вот я пока все деревья будут разбираться а николай иванович но я просмотрел интервью прочитала вас много и меня стала посетила вот такая знаете умная мысля что вот у нас есть архитекторы вы их знаете и вот вы возглавляете союз но чтобы человек работал и под землей на земле кто-то специализируется под землей кто-то на земле но вы и там и там не знаю насчет в воздухе но это же самолетостроение на ракетостроение а может быть при освоении какой-то как у какой-то планеты может быть и там что-то еще успеется воздух достаточно близок ко мне да потому что аэропорт внуково все-таки это аэропорт там самолет и какие-то взлетают обзор является иногда и потом есть мост такой живописный тоже вот как-то вроде бы над водой над землей арка 100 метровая поэтому и под землей на земле и над согласен с вами согласен наверное и на тоже тем более вот вы уже запомянули мост правильно а я несколько забегая вперед хочу сказать что вот этот красивый мозг он вантовый называется вантовый до этого мост первые в москве да он реально является как бы визитной карточкой даже теперь уже и москвы с одной стороны он правда очень красивый а с другой стороны он столько нюс себе интриги в отношении того яйца которые значит там есть и скажу откровенно я не так давно доп как я готов в передаче не так давно я узнал но из телевизора что там загс там за многие думают что он ресторан как обычно знаете вот у нас все крутящиеся там на останки на еще где то значит все связано с рестораном но там загс и насколько я понимаю скоро он вообще заработает то есть это не я я я надеюсь что он скоро заработает но на самом деле народ не ошибался там свое время как раз располагался ресторан но в конце концов да переделали на загс все переформатировали другую технологию сделали сейчас технология отработана и смонтирована вся абсолютно там а вентиляции канализация отопления все что угодно но не хватает одного важного элемента чтобы с уровня земли подняться туда на 100 метров высоту до лифты а лифты к сожалению не принял рост технадзор и сейчас вот идет перепроектирование смена лифтов и как только это случится счастливые врачующиеся поднимутся на 100 метров высоту и вот сольются но там уже в принципе дело к тому идет но дело к тому идет да я я я долго уже надеюсь на это что ну да это случится но наверное сегодня и завтра в этом году в начале следующего ну это уже будет нам же жить долго если конечно еще там какие наши годы с вами я еще знаете между прочим вот еще один такой интересный объект который сохранял интригу для многих сохраняет и сейчас ну например для меня до последнего времени это вот стеклянный шар или как пускать яйцо на соколе да вы очень правильно пользуясь терминологи яйцо яйцо надо шар это неправильно яйцо лаплан яйцо и вообще и вообще это яйцо интрига тоже что там что там потому что я вот слышал что это что-то связано с трамваями это связано с трамваями это все проектировалось как трансбордер знаете слово такое трансбордер когда трамвай входит туда да в это вот в это образование такое яйцо его механизм разворачивает сто восемь град и он благополучно то есть разворота чтобы не было то есть да да потому что нужно вот такую петлю делать там неприлично близко все это к жилым домам сделали трансбордер сделали то его сделали но он не используя как трансбордер он используется как диспетчерский пункт вот этого сложного узла пересечения волоколам келенинград да да алаби алабиана до балтийской улице да там же все очень сложно там несколько тоннелей причем тоннели проходящие под метрополитеном одним словом трамвай благополучно объезжает это яйцо трансбордер приказал долго жить в этом яйце находится диспетчерский ну вы знаете расскажу но уже настолько привыкли что сейчас убрать это яйцо это все может убрать наверное с площади у лувра ту саму пирамиду как у человека яйцо отрезать это не приезжает нет не прийти само собой а потом это еще и и больно больно правда и некрасиво кладу там больно для одного кого тридцать как называется не просто яйцо яйцо сокола что вы говорите да потому что метро сокол а ну да про яйцо сокола да и и вот опять же вспоминая мост вы правильно сказали там тоже яйцо висит это яйцо да это яйцо там не какая-нибудь летающая тарелка это яйцо но мы любим эту тему но это но это и хорошая тема в принципе эта тема вечности тема жизни тема философская правда же с ней родились и конечно ну особо у меня в планах не было с вами говорить об этом но я не против честно говоря знаете как медики конечно 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 что-то я все сказали то сказать то сказали а николай ваш ну вот хотел спросить у вас еще вот о чем вот вы возглавляете союз архитекторов россии а сейчас даже не о метро речь идет наверное об архитектуре вот большей частью я и видел интервью ваши и понимаю что все таки все у нас вокруг москвы крутится но к сожалению да к сожалению вот скажите а как вообще вот у нас вообще в наших городах провинциальных что у нас там вот вот почему к сожалению вот такое впечатление что москва это вся россия да вот или наоборот вся россия это москва а организации по всей россии я говорю организации архитектурных организаций которые там подразделения нашего союза их 100 эти одна московская союз московских архитекторов остальные 99 разбросаны ну как как обычно говорят от владивостока до калининграда ну там конечно ситуация печальная печально потому что жить сложно в провинции к сожалению жить сложно у меня есть там домик в деревне пересла залезть я прекрасно знаю счастье теплые сортиры иметь это счастье надо основного естественно на двор бегаешь или в команду да но я даже ведь сейчас хотел сказать вот о чем что если мы сейчас например вот ну в прессе везде говорим о том как архитектура строится сейчас москве вот удачно неудачный объект много об этом говорится то что остается делать провинциальным провинциалом я имею ввиду если что-то хотя бы возводится там уже даже и и не говорят вот поставили какую-то стеклянную клетушку ну вот и слава богу вот вот это денег провинции нет ни в одном городе денег нет архитектура требует денег всегда какая она какая бы она ни была поэтому вот собрались там силикатного кирпича какой-то домик облицевали каким-нибудь горбылем таким незатейливым и это все это уже действительно счастье это 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 велика архитектура а если что-то появляется вдруг такое значимое большое серьезно это только исключение вот в виде исключения появляется но исключение должно перейти в правил да мы должны по всей россии иметь шикарную архитектуру только это ну возродит россия это я я понимаю это мои наивные мысли такие но это хочется верить конечно и вот дайте вот наверное этом и хотел как раз заострить внимание почему потому что безусловно у нас все упирается всегда и везде упирается в деньги и вот мы развиваемся развиваем все что касается в москве грамотно не грамотно но я имею ввиду что здесь все равно все финансы здесь крутятся и есть чего взять но наверное может быть как-то федерально нужно все-таки повести хотите пример простой вот подтверждение ваших слов челябинск в прошлом году отпраздновал совершенно потрясающий шикарный юбилей даже не догадайтесь 25 лет начало строительства метрополитена 25 лет строим 4 станции там несчастные 6 километров до метрополитен не построен потому что нет ни одной копейки для того чтобы продолжить строительство но зато в москве строим в питере строим да это конечно городах строим а там это конечно ужасно не хочу мы вынуждены как и везде всегда делать перерывы потому что у нас есть тоже рекламные блоки как-то деньги зарабатывать же надо правда конечно вот нам же федерально тоже сказать ничего сюда не сыпется поэтому дорогие друзья рекламная пауза дорогие друзья мы снова в студии напоминаю вам что сегодня в гостях у нас николай шумаков президент ассоциации союза союзов россии союза архитекторов россии но зато метро гипротранс но метро гипротранс все получилось легко и просто ну вот видите как а что мы сделали за время перерыва слил макарошки они ожидают своего часа не переварились слипаться не должны вот я художественно под руководством николай ивановича налил оливковое масло сковородку так чтобы не переборщить его но чтобы это было и красиво и правильно николай иванович уже практически все дорезал осталось немножко а вот а и остановились мы с вами на том что денег нету на то чтобы построить метро и у вас не у меня нет а вот мы как-то с вами спустили сейчас метро и говоря о том что наша метро визитная карточка это безусловно так вот никого привлечения здесь нету потому что по миру я ездил и интересно было мне спускаться в метро смотреть и лондонское метро я видел скажу откровенно мне не впечатлили вот эти интерьеры внутренние там этот обшарпанный кабанчик вот единственно что сама сеть у них конечно развита очень грамотно с точки зрения пересечения электричек и не знаешь где электричек где метро где метро вот но когда мне приходится чем больше пробок мне приходится чаще заходить метро с машины слезать я с удовольствием это дело я стою на станции и на современных тоже кстати слава собянину потому что конечно он выбил деньги федеральные деньги на строительство метро часть сеть метро она будет сопоставима с такими крупными мегаполисами как лондон нью-йорк париж токио все приблизится вот когда я думаю что еще лучше будет гораздо лучше потому что по крайней мере архитектура у нас шикарная да а вы сказали про сеть сейчас тоже самое делается стать создаются так называемые транспортно-пересадочные узлы тпу да именно для того чтобы переплести вот эти все наземные подземные сети в виде в единую систему то есть московское центральное кольцо да да это бывшее кольцо ржд да да которая стояла и которая стояла проходила по промзону тэц бревна возили абсолютно правильно я помню это и сейчас промзона оживут потому что они превратятся в какие-то жилые какие образования да просто в жилые многофункциональные там будет много разных функций в том числе общественные какие-то пространства торговля центры на там даст досуга основное конечно будет жилье и вот это мцк связала все эти старые промзоны плюс подключение метрополитена я думаю город от этого приобретет очень очень и очень много ну безусловно вот это все видно как меняется на глазах я знаете незрячно сказал я современных станциях потому что вот когда в студенчестве ну может быть чуть-чуть попозже но все ночью было связано с обучением я жил метро университет метро беляева вот так вот но если университет а вот метро беляева я вспоминаю над между ничем до другие годы мы активно боролись с излишествами да сейчас продолжаем бороться закон 50 код опять же 55 года постановление партии правительства борьбе с излишествами в строительстве архитектуре когда даже уже на готовых объектах до срубали же отец те самые лепнины снимали скульптуры и прочее прочее уже от основной инструмент для архитектора ластик потому что все стирал все упрощалось все типизировалась все превращалось в ничто а все это называлось ханженством там и жидко как а как иначе для куда мы деньги народа для людей что ли тратим для людей нужны вот такие бетонные сарайчики построить и так и построили по всей россии дайте мне хоть что-нибудь сделать давайте знаете что простенькое вам сделаю вот а может вам дать вот так вот перчик половинку вот так вот даже четвертушку и вы его таким вот образом куда прям чуточек это соломка его режьте вот так да вот так вот нормально пойдет не ожидал что так сложно какой вы каприз на сегодня сегодня как да николай вот смотрите вот сейчас мы с вами все будем собирать зрителям хочу сказать что овощи дорезаем ничего пережаривать не будем вот в этом месте куда и я уже вот это а такая копченая грудиночка которая сейчас нам должна здесь дать свой свой ароматик грудиночка мне нравится грудиночка да я хотел сказать о том что я увидел вашу живопись и вам повезло ваши портреты фаз и профиль 2 шикар великолепно это великолепно у вас часто самая лучшая живопись в мире самая лучшая скрывать без ложной скромности заметьте правильно но у вас еще кроме портретов вы рисуете или пишите как я не знаю как правильно сказать обнаженную натуру пишите я нужен не поэтому грудинкой понравилось вот я почему мне нравится что вы не просто говорите об этом а я люблю когда вот этот мир обнаженную натурущица тоже как иначе а знаете как пишу то просто нет я пока не за натурущи раздевается я укладываю на холст до аккуратно же ввожу на 12 улив да а потом знаете при этом у вас лиха очень удается да потому что мастер не мастер вы так не мог сделать а вы знаете сколько я фаст профиль пишу вспомните иванов писала да это самое явление христа народа отследует иванов то иванов ну кто да как он себя назвал так и так далее называют иванов да на самом деле он и но это не важно не знаю что он 30 лет писал до картинки небольшая но 30 лет писал так я вас вас профиль пишут уже как иванов 30 лет да да сейчас у меня 24 это такой полиптик называется полиптик когда мы одна картина состоит из много-много-многих до карте а сейчас их 24 и везде фаст профиль фаст профиль сказали люди хороши да а вот скажите как вот выбирать на натуру кому-то кого пишите ну кто понравится того пишу только так по такому принципу в основном друзья товарищи в основном друзья товарищи и подруги не подруги да но но я расскажу лица все очень такие характерные я но женщины не стараюсь портреты не писать у меня есть несколько женских портретов мама там сестра же жены и много они не такие обидчивы а как напишет женщина она сразу как-то вот так вот стремится расстаться со мной стремится расстаться потому что она думает что она гораздо лучше чем надо всегда то она а вот когда на натуру пишет ну в смысле голую тогда ничего вроде бы не не то не так сильно обижается поэтому женщина это обнаженка а мужики это портрет ну я кстати заметил что а так обычно у вас вот в портретах и и и случается есть она есть возвращаясь к архитектуре вот то что сейчас а делать что нет уже все вот вы сейчас говорите я буду со все собирать даже на давайте да порежьте порежьте как крупно вот все прямо так возьмите вот так вот а хватит этого крупно прям порежьте вот а я сейчас даже дайте объяснять не буду потому что зритель сам видит что я делаю вот а мне интересно еще у вас спросить скажите вот то что сейчас в москве мы опять возвращаемся к москве произошло с озеленением произошло с с увеличением тротуаров и так далее смотрите вот вы как вообще к этому относитесь я ко всем архитектурным проявлением как президент союза архитекторов россии отношусь всегда положительно к благоустройству отношусь ну конечно прекрасно надо конечно это было делать раньше 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 надо каждый объект который сдается в эксплуатацию он должен уже обустроен быть полностью не просто инфраструктура где школа детский сад или магазин да но вплоть до лавочки фонарика качественной отделки поверхности земли это все должно быть единовременно а вот то что произошло с расчищением москвы я имею ввиду вот это это прекрасно это прекрасно это это должна быть воля огромная воля политическая воля прежде всего мэра москвы снести вот эти бесконечные ларьки ряды палатки это это шаг это очень серьезный шаг я думаю сейчас все это оценят реально потому что сейчас все еще зазеленеет и это просто прекрасно смотрите все уже соединяем ничего немного не с вами перевариваем пережариваем наши макарошки который обещал что они слипнутся моих то попробуем еще так я сейчас это перемешаю так давайте сюда смотрите мы уже практически все сделано вот тогда рукой нам раз и все вот так все и сейчас я уже это выключаю чтобы у нас ни в коем случае зелень бы не стала не зеленой а запах свой она отдаст вот в теплом виде так давайте я положу вам а так надо было еще знаете как сделать вот так вот как обычно делают концовочку такую обычно конечно такой штрих художественная получилась вода так у себя тоже такой штрих пробовал чего не хватает вы понимаете да ну что это закуска есть даже хорошо все так и это еще не все правильно сказали можно выпросил да мне это не выпросил это просто знаете это значит это товарищ помог избавиться от склероза товарищ напомню куда товарищ записывать на руки на вы смотрите вот этот новозеландский савиньончик я думаю что нам просто не повредит как вы считаете поскольку это у нас паста или макароны привыкли говорить тикетку мы убираем потому что нельзя не поставим ну тогда начнем по правилам за удачу за удачи за здоровье прекрасно все настолько настолько все было восхитительно настолько все было божественно я а я уже знаю что все вкусно но вот это хорошо потому что не может быть иначе прям кусочка да ну мне кажется протокол жил но правда особенно груди хорошо вот вот без без всяких даже преувеличение правда дорогие зрители обязательно это сделайте потому как если бы можно было его пустоте передал бы чтобы это попробовали а николай спасибо большое что вы пришли вам спасибо мне очень что я не доел но раз выгоняете я уйду благополучно что вы что мы просто закончим передачу благополучно с вами это доедим дорогие друзья на вашей кухне должно быть всегда интересно а будут ли это макароны или что-то еще это же дело вкуса до свидания